Всем привет! И сегодня будем вместе с вами открывать 4 посылочки с Алиэкспресс. Вот такая вот у меня красота. Еще ничего не открывала, так что у нас будет первое впечатление. Надеюсь, вам интересно и давайте начинать. Первый вот такой вот пакетик. Я не знаю, что в них лежит, они по размеру все одинаковые, так что сложно догадаться. Пупырочки. Очень много. Хорошо все упаковано. Надеюсь, вы любите распаковки. Я их просто обожаю. Для меня это даже интереснее, чем просто какие-то обзоры. Очень хорошая упаковка. Обожаю китайцев за это. Они всегда хорошо упаковывают. Так, развернули. Еще пакетик. Так. Внутри три вот такие вот коробочки. Это у нас косметика. Кто узнал дизайн коробки, пишите в комментариях, под что это за кос. Не буду говорить, что. 0,1, 0,2, 0,3 оттенки. Давайте открывать с 0,1. Второго. Ага. Внутри вот такой вот тюбик лаконичный. И это у нас жидкий хайлайтер. Можно использовать и как тени, и как помаду на губы, и как просто хайлайтер. То есть они супер универсальны. Вот такой вот спонжик обычный. Очень такой жиденький, прохладненький. Вот так вот он выглядит. Смотрите, как бликует красиво. Так, сейчас подожду, пока он застынет. И пока откроем следующие оттенки. Так, 0,2 оттенок. Он такой розовый, наверное. Желто-розовый, какой-то такой дуохромный. На свочу он выглядит как больше желтоватый, хотя в баночке розовый. Интересно. Так, и последний, третий оттеночек. Интересно, какой он идет. А вот он уже розовый, наверное, будет. Может, в баночке он тоже такой розоватый, с кучей-кучей блесток. Да, вот уже розовый идет. Мне больше всего, кстати, из каких-то кремовых хайлайтеров нравятся розовые оттенки. Вот такая вот красота у меня получилась. Сейчас покажу поближе. 0,1, 0,2 и 0,3 оттенки. Конечно, они просто супер сияющие. Я не знаю, как они будут выглядеть на лице при растушевке. Первый оттенок уже застыл. Что могу сказать? Он очень стойкий. Он вообще не смазывается. Второй и третий еще влажненький. Такие давайте попробуем нанести и растушевать. Возьму третий оттенок. Растушевывается очень легко. И прям такое еле-еле заметное свечение вот тут у меня. Так что его можно наносить как и плотно, так и легким слоем. Совершенно незаметным. Только при подании света он бликует. И мне кажется, это крутой продукт. Но нужно быстро им работать, потому что или он сразу же застывает, если вы хотите его совсем незаметно нанести. Или наслаивать вот так вот подождя. Все, второй тоже у меня застыл. Вообще не сдвигаются. Они не водостойкие, но все равно это крутой результат. Мне понравилось. Если искали какие-то бюджетные хайлайтеры, то посмотрите. Я вам ссылочки обязательно оставлю. Да, красиво будет реально. Далее переходим к вот такой вот маленькой посылочке. Там какие-то коробочки. Это у нас Тарду. Вы знаете, кто смотрит мои видео. Я их часто заказываю. Серебряные украшения. 925 пробуем. Внутри идет карточка магазина. С благодарностью. Салфеточка для чистки серебра. Очень полезная, что классно чистят. И четыре украшения. Я уже не помню, что я заказывала. Так что давайте... Все вальца. Давайте открывать. Первое, что я открываю, это сережки. Очень прикольные. С таким вот движением. Окей. Я люблю всякие такие миниатюрные сережечки. Мне нравится, как это выглядит на... На... На глазах. На ушах. Они, кстати, не сияющие. Такие какие-то шершавенькие. Это очень интересно. На всех изделиях, хочу заметить, есть название бренда. Тарду. И также 925 пробуем. У меня на их украшения нет никакого раздражения. Никакой красноты. И обычно на плохое серебро или на плохие металлы у меня чешутся, краснеют, болят. Уши гниют даже иногда. Так что это залог того, что это качественные изделия. Так что можете смело заказывать. У них очень большой выбор. Я обожаю заказывать именно сережки. Сережки это, наверное, то, что я больше всего люблю носить из украшений. Второе тоже такие миниатюрные сережечки во виде кошечек. Я очень люблю кошек. У меня их дома две. Кот и кошка. Прелестные какие-то. С пятнышками на спинке. Я обязательно близко все покажу. Тоже очень нежненькие, прикольные. Интересно, интересно. Это все новинки я заказывала. Дальше еще одни сережки. Я что-то разошлась по сережечкам. Это просто такие крендеречки. Кстати, я думала, что они будут побольше, но они совсем малюсенькие. Они просто мельчайшие. Их я, наверное, скорее всего, кому-нибудь отдам, потому что мне не нравится, как они выглядят. Какие-то малюсенькие червячки на ушах. И последнее. Тоже сережки. Кстати, это уже получше. Они такие уже большие, внушительные. Таксы в стиле оригами. Ой, вообще прелестные. Просто кайф. Вот это мне очень нравится. Наверное, больше всех понравилось из этой посылочки. Тоже есть и название, и проба. И они все такие обычные пусеты. Класс вообще. Так, вот такая вот вторая посылочка у нас получилась. Как обычно, упаковка очень крутая. Поролонки, коробочка тверденькая. Ничего не сломается. Дальше. Вот такая. Что там? Тоже какие-то коробочки. Наверное, опять украшения. Я очень много украшений заказала. Внутри пупырчатая защита. А, да. Такие же коробочки. Ничего нового. Только другой магазин тоже. По-моему, это те же люди. Только бренд называется Say You, Say Me. Один раз только с них заказывала. В прошлом видео тоже делала распаковочку. Нет, не распаковочку. Просто покупки. Вторая коробочка. Третья. Четвертая. Так, 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 так. Тоже салфеточка. Для чистки серебра. И еще что-то. Так, по-моему, это все. Да. Одна коробочка вообще, смотрите, как сапакована отдельно. Какая-то особенная. Давайте с нее и начнем. Опять-таки, такие же коробочки. Кстати, можно потом использовать для хранения чего-либо. Ага, это у нас колечко. Кольца я очень редко ношу, как вы видите, вообще почти никогда. Но все равно заказала почему-то. Вот захотелось. Мне понравилось оно мне внешне. Оно очень нежное. Тут идет такой ствол дерева с листочком и одним кристалликом. Можно абсолютно на любой пальчик одевать. Мне очень нравится. Очень красиво и нежно. Вторая коробочка. Что тут у нас лежит? Еще один сережки. И они уже в виде коронок идут. Хороший пакетик. Не открывается даже. Да, вот такие вот коронки. Прикольные, миниатюрные. В моем стиле также есть название бренда. Промба С925. Обязательно все вам близко покажу, сниму. Третья коробочка. О, тут уже такие внушительные сережки. Не то, что я вам до этого показывала фигню какую-то. Так, они такие изумрудные. С изумрудными камушками. Очень красивые. Мне безумно нравятся. Вот они, мне кажется, вообще круто будут смотреться и приковывать внимание окружающих. Так, в следующей коробочке у нас... О, вот это тоже крутые сережки. Такие моднявые, знаете, сейчас очень модно. Мрамор. Такой ракушичий какой-то цвет. И вот тут типа такие ракушки. Только что-то они какие-то кривые мне попались. Очень плохо наклеен камушек. Он выбивается из основания. Но тоже тут есть и название, и проба. Но мне не очень нравится, как они сделали... Приклеили камушек. Не очень аккуратно выглядит. Второй давайте посмотрю. Второй также торчит, так что не могу посоветовать вам эти сережки. Хотя выглядят они очень классно. Зеленым, розовым отливает, серебряным. Красиво. Такой жемчужный. Не ракушичий, что я говорю. Жемчужный оттеночек. И последняя коробочка. Что тут у нас? И это... Что, как вы думаете? Это, конечно же, тоже сережки. И вот они уже интересные, такие с камушками. Это такие сережки, тоже пусеты, кругленькие. И внутри выпирающий камушек. Камушек очень такой интересный, с какими-то вкраплениями. Тоже очень модный сейчас стиль. Стильно выглядит. Второй вообще даже с каким-то пятнышком идет. Можете прочитать на сайте, что это за камень. Потому что тут не написано, и я сама не помню. И давайте откроем последнюю посылку. Вот такую вот, самая большая. Тоже там коробки. Скорее всего, тоже украшения. Я, кстати, жду сейчас еще несколько посылок с Алиэкспресс. Да, и это у нас уже бижутерия. Е-манку. Стоят они подешевле. И они такие стильные прям. Так, самая большая коробочка. Интересно, что уже там лежит. Я уже вообще ничего не помню. Так. Ооо, какая красота, посмотрите. Просто кайф. Очень классное ожерелье на лето сейчас будет. Смотрите, какие камушки, как оно сияет. Есть медальончик. И оно, видите, такое многослойное. Просто красота. Да. Вот. Давайте его вытащим, посмотрим, какой оно длины. И вот так вот оно выглядит. Раз, два, три, пять цепочек. Будет очень классно выглядеть на какой-то однотонной одежде. И что мне очень нравится, что вот эти вот камушки, они с обеих сторон. То есть, неважно, какой стороной вы наденете это ожерелье. Открываем коробузьки. Одна маленькая коробочка. Тоже, видите, такие же, как и в прошлом. И такое очень модненькое кольцо с полумесяцами. Тоже регулируется. И вот так вот оно улетит на ручке. Очень такое лаконичное. Незаметное. Но, кстати, вот это вот бижутерия Яманку. У меня было одно кольцо от них, и оно очень быстро сломалось, когда на него нажала. Так что не знаю, советовать ли вам именно Яманку кольца. Но вот серебряные кольца у них очень качественные. А эти, не знаю, как насчет металла у них. Стоит оно, конечно, намного дешевле. Что у нас лежит в такой вот коробочке. Кстати, эти коробки очень классно большие использовать под хранение косметики. Ага. У-у-у, класс. Тут такой браслет посланится в такой баночке. Браслетик тоже очень стильный такой. Чтобы его надеть, нужно сделать вот так вот. Колечко откроется. Просунуть. И также закрыть. Тут оно кожей обклеено. Интересно. Было бы оно поуже, потому что запястье у меня узенькое. Но выглядит тоже неплохо. Давайте я в нем оставлюсь. Останусь. У меня оно подходит под мою кофточку. Последние две коробки. Что там у нас лежит? Кстати, визиточка. Тоже с благодарностью от магазина. У-у-у. Колечко. Очень тоже классное. Модное. Моднявое. Тоже регулирующееся колечко. С треугольным камушком под бирюзу. Так вот она выглядит на пальчике. Тоже очень нежная, модная. Мне нравится. Вот тут, кстати, камушек наклеен хорошо. Не то, что на серебряных сережках. Так. И последнее, что у нас осталось. Так. О, это браслетик, кстати, под ожерелье. Или нет? Что это? Такая вот цепочка. Но для ожерелья она какая-то слишком коротенькая. Камушки и подвеска с перышком. Нет, кстати, другие камушки. Тут не то, что на ожерелье. Давайте попробуем на шею. На шею, мне кажется, оно мало. Хотя нет, смотрите, нормально. Даже если на самую последнюю застегнуть. И вот так вот оно будет смотреться. Ничего, тоже выглядит мне нравится. А, да, и забыла. Вот эта вот кофточка тоже с Алиэкспресс у меня. Из магазина Шеин. У них есть сайт, есть магазин на Алиэкспрессе. Она выглядит классно, конечно, но качество у нее просто отвратительное. Очень много торчит ниток, швы неровные. И она очень колючая вообще. Особенно вот в горле. Я ее даже как-то завернула. Но на самом деле выглядит это вот так вот. Но вот эта вот ткань сетчатая, она очень колючая. Просто невозможно ее носить. Только вот снять видео. Внешне, конечно, классно выглядит. Особенно на сайте, посмотрите. Я вам ссылку внизу оставлю. Посмотрите, как это круто смотрится на модели. Но в жизни как-то реализация не особо классная. Вот эта ткань, типа бархата, что-то, наверное, такое. Мягкая, конечно, приятная, но вот эта вот колючка, это просто кошмар. И вот такая вот распаковка у меня получилась. Надеюсь, вам это видео понравилось. Все ссылки я, конечно же, оставлю внизу. Если вам что-то понравилось, то заходите и смотрите. Пишите мне внизу свои комментарии. Ставьте свои пальчики вверх. И спасибо за внимание. И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok